Новые лица и планы. В Бавруйске прошла первая сессия Горсовета 29-го созыва. Профессионалы своего дела, люди подготовленные, знающие. Что обсудили? Незаконная перепродажа в областном центре работница приобретала за счет организации мобильные телефоны. Ущерб составил более 11 тысяч рублей. Куда уходили гаджеты? Шелковый путь, полезный и натуральный суперфуд в Бавруйске. Мы рады видеть наших покупателей в нашем магазине. Куда идти адептам ЗОЖ? А также успешный тест-драйв, выгодная ставка и добро пожаловать. Месяц промышленного туризма проходит в Синеокой. Чем привлекают белорусские предприятия? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Триумф красоты и грации. В преддверии 8 марта прозвучали первые поздравления. По-настоящему весенняя атмосфера окутала 12 бобручанок в художественной галерее. На прием к Игорю Киселю приглашены представительницы различных сфер деятельности и счастливые мамы. Среди них и многодетные. Все они своим примером доказали, современная женщина – это гармония и успешной карьеры и крепкой семьи. С наступающим праздником 8 марта, с праздником весны, желаю больше улыбок, больше тепла, больше смотреть в будущее нашим женщинам прекрасным. Мы, мужчины, любим и заботимся. И самое главное, что наши женщины растят детей. Это самое прекрасное чувство. Внимание уделили каждый. Ведущий в увлекательном формате познакомил очаровательных дам, рассказал о их достижениях и повседневной жизни. Приятными сюрпризами стали творческие музыкальные номера. Добрый день, мам, добрый блюдя! После этого поздравления, после этого праздника, просто на душе прекрасные эмоции, чувства переполняют. Спасибо нашему руководству города Бобруйска. Огромное спасибо. Конечно, такой праздник устроили. Очень приятно, очень душевно, очень все по-человечески. Ощущение торжественности какой-то. Самое главное, чего хочется в качестве поздравления, чтобы вокруг случилось хорошее настроение. В адрес милых дам прозвучали теплые слова поздравлений с наступающим праздником весны. От председателя Бобруйского горисполкома каждой представительнице прекрасного пола вручили шикарные тюльпаны и памятные подарки. Подробности смотрите в воскресенье в 20.30 в итогах недели. Могилевскими правоохранителями выявлена преступная деятельность ведущего специалиста одной из организаций областного центра. Установлена 39-летняя женщина, зная, что между организацией и сотовым оператором заключен договор корпоративного обслуживания. При этом, имея доступ к печатям, штампам, а также к платежным базам данных, подделала доверенность на покупку мобильных телефонов и получение товарно-материальных ценностей. По поддельным документам она оформила на официальном сайте оператора сотовой связи покупку 11 телефонов, которые в последующем перепродала на торговых интернет-площадках и в ломбардах города. Ущерб составил более 11 тысяч рублей. За мошенничество, совершенное в крупном размере, на фигурантку возбуждено уголовное дело. Учебные привилегии, цифровой документ и практичный займ. Банки увеличили выдачу кредитов. Сколько уже оформлено? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Банки увеличили оформление кредитов. За первый месяц 2024-го финансовые учреждения Республики выдали физлицам на 200 миллионов больше, чем в январе прошлого года. Сейчас общая задолженность по займам на потребительские нужды более 7 миллиардов рублей. Рост кредитования специалисты объясняют привлекательными ставками менее 10%, а также увеличением доходов населения. Белорусские медики испытывают первый биопротез для сердца отечественного производства. Он представляет собой трехстворчатый бескаркасный клапан. Специалисты уже провели семь операций по установке. Отмечается, все прошли успешно. Ранее Минздрав сообщал о тестировании коленных эндопротезов. Сейчас в очереди на замену сустава более 14 тысяч человек. Месяц промышленного туризма проходит в Синеокой. В прошлом году предприятия Минпрома посетили около 93,5 тысяч человек. Такому росту поспособствовали широкая информационная работа, а также наращивание туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса и участие в различных выставках и форумах, которые активно продвигают отечественный бренд и продукцию. Выпускники инженерных классов смогут поступать в ВУЗы на соответствующие специальности без вступительных испытаний. Кроме того, такие привилегии предоставлены педагогическому, военно-патриотическому, спортивному и аграрному направлениям. Проведенный в прошлом году централизованный экзамен показал, результаты школьников из профиля были на 10-15 баллов выше, чем у остальных. Цифровые разрешения о прохождении техосмотра планируют выдавать с апреля-мая. Процедура будет осуществляться через единый портал электронных услуг. Пользователи смогут создать личный кабинет. Большая часть информации о машине будет загружена из базы данных МВД. Также можно будет добавить недостающие справки и документы онлайн. Избирательная кампания позади. Начинается новый этап деятельности новоизбранных депутатов. В городе на Березине состоялась первая сессия Совета депутатов 29-го созыва. О повестке дня и ее итогах Виталий Гаврусев. Бобрусьская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов. Свидетельства об избрании депутатами получили 40 человек. В числе вновь избранных депутатов 17 женщин, 10 депутатов 28-го созыва, 2 депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва, 17 членов Белорусской партии «Белая Русь», 4 члена Республиканской партии «Труда и справедливости», 3 от Либерально-демократической партии. Для 28 депутатов это будет новый опыт участия в общественно-политической жизни города. В состав вошло 12 представителей промышленности, транспорта и строительства, 6 государственных и правоохранительных органов, 11 человек трудятся в образовании, культуре, науке и здравоохранении. Есть представители торговли, общественных организаций и других отраслей. В числе депутатов 17 женщин. Хотелось бы поблагодарить жителей Бобруйска, которые оказали доверие всему депутатскому корпусу, активно пришли на выборы и сделали правильный выбор. Я думаю, что этот созыв депутатов не подведет, будет работать на благо города Бобруйска и всех его жителей. Первая сессия Бобруйского городского совета депутатов 29-го созыва получилась весьма плодотворной. В повестку дня включили 7 вопросов. Начиная от избрания председателя, утверждения состава постоянных комиссий до образования Президиума Горсовета. Люди, которые живут теми проблемами, которые есть в нашем городе, люди, которые заинтересованы в его развитии, люди, которые хотят реализовать себя и люди, которые хотят видеть просветание нашего прекрасного города Бобруйска. По результатам голосования председателем Бобруйского городского совета депутатов 29-го созыва избрана Ирина Рынейская. Первые слова поздравления с избранием и цветы от руководства города. Она не понаслышке знает те проблемы, которые у нас в городе есть. Не только проблемы. Она знает их пути решения. Главная задача депутатского корпуса – взаимодействие с людьми, своими избирателями. Я убеждена, что нынешний состав Бобруйского городского совета депутатов позволит нам достаточно делать успешные шаги для того, чтобы поступательно решать задачи по социально-экономическому развитию нашего города, для того, чтобы он становился краше, а жизнь бобруйчан благополучнее. Высокий процент избирателей, проголосовавших в поддержку депутатов, говорит о том, что электорат доверяет своим избранникам и возлагает на них большие надежды и уверенность, что они продолжат проделанную работу и приумножат традиции, заложенные в предыдущих созывах. Построено за это время три детских сада. Сегодня мы можем говорить о том, что уже сдан детский сад в микрорайоне Киселевичи. Две школы построены – это в микрорайоне Западный или в микрорайоне Молодежный. Вот это те основные достижения, которые были очень важны для бобруйчан. Доверие бобруйчан – особая ответственность. Успехов депутатов, чтобы они были с народом, участвовали в жизни народа. Ждем перспективной работы, чтобы наш город стал еще краше, лучше. Чтобы уделялось, наверное, тоже, как и раньше, уделялось много внимания нашим деткам, заботы о матери. Детские сады строятся, школы. Я так думаю, так как я живу в Киселевичах, большой плюс был, что открылся у нас новый детский сад. Я думаю, в перспективе еще должна у нас там и школа еще открыться. И вообще у нас микрорайон стал расти и развиваться. Я думаю, в этом духе они и продолжат. Чтобы были с народом плодотворные работы. Ну и здоровье. Обязательно. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. В Бобруйске продолжается акция «День безопасности». Внимание всем. В спортивном зале 21-й школы прошел интерактив для учащихся. Соревновались команды седьмых и восьмых классов. Скорость и сообразительность – главное правило в испытаниях. Проход через тоннель, бег дистанции в противогазах на время, игры вопрос-ответ, а также нестандартный трюк – собрать правильно ртуть после разбитого градусника. Все, что поможет в жизни правильно среагировать. Изучать правила безопасности можно не только с интересом, но еще интерактивно, быстро, динамично, так как это сегодня происходит в виде квеста. Больше знать о чрезвычайных ситуациях, противогазах побегать, тоже физическая подготовка в принципе. Также в одном из торговых центров прошел финальный этап. Сотрудники МЧС и Красного Креста пообщались с посетителями, научили действовать в различных чрезвычайных ситуациях, техногенного и природного характера. Ароматы всех стран, полезный и натуральный суперфуд в Бобруйске. Только в Восточной лавке на Социалистической 97 и Минской 89 открывается удивительный мир вкусов со всех уголков мира. Турецкая пахлава тает во рту, рахат лукум будто бы вы купили его на побережье Черного моря. Пастила прямиком из Узбекистана в мгновение ока переносит Центральную Азию. Халва, фрукты в шоколаде, инжир, финики. И это далеко не весь список сладостей. Мы рады видеть наших покупателей в нашем магазине. Здесь найдутся подарки для любимых наших женщин, бабушек, матерей, сестер и так далее. Мы собираем чудесные наборы, как по образцам, так и сами вы можете выбрать из нашего широкого ассортимента то, что вы хотите видеть в нашем наборе. А также у нас широкий выбор кондитерских изделий, всегда очень свежих, нашего собственного производства. Магазин приглашает не только сладкоежек, но и тех, кто следит за фигурой и придерживается правильного питания. Огромный выбор сухофруктов, орехов не оставит равнодушным. Для хозяек огромный ассортимент приправ и пряностей, которые станут главным помощником на кухне. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков представит обзор криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова